На заседании районной комиссии по благоустройству главы городских и сельских поселений доложили о результатах устранения замечаний, выявленных в ходе визита главного государственного административно-технического инспектора Татьяны Витушевой при обследовании территории Ленинского муниципального района. На территории муниципалитета были выявлены следующие недостатки. Очаговые навалы мусора, а также ненадлежащее состояние контейнерных площадок в сельских поселениях Володарская, Булатниковская, Молоковская и в поселке Горки-Ленинские, а также состояние детских игровых площадок и неудовлетворительный вид фасадов зданий в поселке Володарская. С точки зрения благоустройства у нас далеко не идеальная ситуация, мы это хорошо понимаем. Конечно, не очень комфортно себя чувствовать в роли мальчиша-плохиша, но объективно говоря, действительно, работа у нас еще не початая край с точки зрения благоустройства. Поселок сейчас довольно серьезно проходит реновацию такую, и огромный объем работы у нас запланированной, делается, выполняется вместе с застройщиками в разных частях поселка. Ну и нам по своим территориям, муниципальным территориям, достаточно большой объем работы еще предстоит сделать. Значит, шесть предписаний нам выписано, часть замечаний мы устранили в тот же день, в день проверки. На сегодняшний день из этих шести два замечания мы устранили, два замечания до пятницы мы доделываем сейчас там, то, что нужно убрать. И по двум замечаниям там срок поставлен 8 августа, но я думаю, что на следующем деле мы это все закончим. Также на заседании был рассмотрен вопрос о паспортизации и ремонту дворовых территорий. У нас, значит, 13 дворовых территорий, так мы разработали. Паспорта мы тоже готовим, по всем практически уже материал собран, но два уже размещены, значит, вот этих паспортов. В соответствии с требованиями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, муниципальным образованием необходимо включить в мероприятия по 10% дворовых территорий. Это шесть основных элементов благоустройства. Детские игровые площадки, площадки для отдыха, озеленения, освещения, информационные щиты, площадки для сбора мусора. По дворовым территориям по шести элементам, которые мы сейчас контролируем, и я контролирую это и докладываю ежедневно. Я не знаю, как мы будем делить, допустим, у нас 34 запланированные на район эти дворовые территории, которые вошли в эту программу 10. То есть, это каждая дворовая территория подразумевает шесть элементов, правильно? Нам надо как-то объединить с вами, главы, у кого-то одна территория есть, но посчитать, что там есть, может выйти туда на место и посчитать, определиться с этими шестью элементами. Где-то что-то не хватает, но не хватает, значит, мы их 100% в этом году не покажем, если какого-то элемента не хватает в этой дворовой территории. Но мы должны стремиться к этим шести элементам. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территорий органов местного самоуправления. Нам сдаются, мы можем с вами повлиять, мы можем написать, вы даете мне информацию, я пишу отрицательное ходатайство, что территорию принимать нельзя, потому что она не соответствует требованиям, и поверьте, не будет выдано разрешение в эксплуатацию этой дворовой территории, то есть этого дома. Но эту информацию нужно черпать от вас. Вы дадите. Сейчас просто нужно с каждым застройщиком обратить их внимание, им как памятки вручить вот этот набор элементов, пусть они вам представляют соответствующие планы, вы будете это контролировать, говорить, нет, этого не хватает, к примеру, не хватает спортивной площадки. У нас все увлечены детскими площадками, забывая о спортивных площадках. Следовательно, мы говорим, вот должна переформатирована быть территория.